Главный звёздный нумеролог страны. Её показывают на телевидении, она сняла фильм, она выпустила книгу, она рассказывала о нумерологии на крупном радио страны. Кто она? Кристина Егиазарова. Действительно ли знание по нумерологии дарит ей миллионные богатства, или всё-таки это классная маркетинговая стратегия? Давайте разбираться. Я Катя Климова, и вы на канале Деньги в эзотерике. Здесь я делюсь секретами, как из любимого хобби сделать хороший источник дохода, как развивать эзотерический блок и успевать жить свою жизнь. Подписывайся. Итак, Кристина Егиазарова создала свой аккаунт в июле 2020 года. И на этом аккаунте сейчас 755 тысяч подписчиков. Как она это сделала? Практически миллион, спросите вы. Ну, давайте, конечно же, с вами разберёмся. Сейчас на её аккаунте 433 публикации. И честно скажу, что многое, как я считаю, здесь, конечно же, почищено. Потому что нету таких интересных публикаций, которые я видела. И сторисы здесь сохранены достаточно... Недостаточно дальние. Ну, то есть, всё, что нужно показать, Кристина нам показывает. Я вообще узнала о Кристине очень-очень интересно. Я когда езжу в машине, у меня играло раньше, не помню какое, радио. И краем уха утром я слышала, что сегодня у нас опять утреннее шоу. И в гостях, как обычно, будет нумеролог Кристины Егиазарова считать там что-то такое-то. Я раз ехала прикольно, два прикольно, потом думаю, так, ну кто такая эта Кристина Егиазарова? Что такого в ней, что она прям классно по нумерологии считает это всё в прямом эфире на радио? Я зашла к ней на страницу, подписалась. Это было, наверное, года два назад. И, в принципе, интересно осталось. Потом долго подписывалась, 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 подписывалась. Кстати, кто так делает, подписывайтесь, отписывайтесь от экспертов. Потом обратно возвращаетесь, напишите, мне очень-очень интересно. Сейчас я её разберу именно со стороны маркетинговой стратегии. Я ни в коем случае не буду претендовать на разбор её авторского метода «Исходный код», но расскажу вам конкретно, что помогло ей в продаже её обучения. Я смотрела несколько её интервью на YouTube-каналах, и об этом я тоже, кстати, сегодня вам расскажу. Вот видео я нашла Рилс про то, как она работала. И это новое радио. Она достаточно долгий период работала на нём на утреннем шоу в качестве нумеролога. То есть туда звонили люди. Она им что-то считала, рассказывала их прогностику. И тем самым я уверена, что очень круто пиарилась. Очень важный момент, это как раз-таки то, что Кристина Ягиозарова всегда о себе говорит как самый лучший нумеролог страны, единственный нумеролог на телевидении. Вот смотрите, как ещё очень классно она использует инфоповод на радио. Внимание, да? То есть 8.08 у нас явно магические врата льва, все знают про эту волшебную дату. И она рассказывает, явно она об этом говорила тоже на эфире в радио, на эфире на радио, о том, что вот 8, значит число больших финансов, число кармы, что делаем, пум-пум-пум. И тут же она в конце делает приписочку, узнать свои кармические задачи можно в школе нумерологии, запись на обучение по ссылке в шапке профиля. То есть тут же она вот так вот очень деликатно, как бы не взначай пригласила к себе на обучение. Ну и погнали с интересненького, с чего вообще начинала Кристина Ягиозарова. Вот такой вот очень забавный пост она выложила 15 апреля 2021 года, где рассказывает, что такое пентаграмма. Если вы не знаете, то пентаграмма это знак бренда Кристины Ягиозаровой, исходный код. Она разработала новую методику в нумерологии, в общем там все очень интересно. Метод звезды какой-то, где в серединке число. Не буду претендовать еще раз на обзор этого метода, просто действительно интересно, что она уже изначально разработала эту пентаграмму, звезду. Не она разработала, извините, не она разработала, но взяла именно этот символ. И дальше она вот как раз таки нам с апреля 2021 года рассказывает. Торти кушает исходный код, видимо открывает бренд, презентует, рассказывает про пять стихи пентаграммы, что вот это такое, как это вообще все происходит. И дальше, и дальше начинается очень интересная история. Кристина Ягиозарова начинает продавать костюмы, исходный код, где разных цветов худи, шорты. Я видела, что она их продавала на Вайлдберрисе, но вот сейчас найти не могу эту информацию. Поэтому дальше, как я понимаю, миссис Марпл провела расследование, и видимо было какое-то пространство, исходный код, где они проводили мероприятия. То есть вот она пишет, в субботу у нас пройдет крутое мероприятие в центре. Исходный код. Вас ждет арт-терапия, разрисованная куртка, рубашка или футболка в подарок, разбор вашей даты рождения от Кристины, знакомство, напитки, гвозди. То есть что она по сути там делала. Вы могли прийти и в моменте арт-терапии разрисовать куртку, рубашку или футболку, забрать ее потом в подарок, но явно не в подарок, потому что вы за это деньги заплатите. Дальше Кристина разберет вам дату рождения, непонятно как бы что там будет, и вы получите еще в подарок гвозди, гвоздями бунс. Но для записи в директ. Запись здесь не такая бешеная. Пишут стоимость мероприятия какая, кто-то опоздал, кто-то хочет купить футболку, кто-то пишет, что ответьте мне в директ. То есть ажиотажа не так много, но две блаженные девушки прекрасно сидят на свечках и медитируют одна справа, которая подглядывает. Вот. Дальше мы видим, как увеличить свои финансы. И вот здесь вот начинается такая очень интересная история о том, что непонятные женщины рассказывают про дату рождения и пентаграммы. Все это в аккаунте Кристины Егиозаровой. Но символикоисходный код, вот этот круг внизу с пентаграммой внутри, он уже есть. То есть нам уже закладывают зерно о том, что есть там такая вся история. Она потом неоднократно ее прям очень хорошо рассказывает. Я сейчас вам это все покажу. И вот эти вот женщины, они очень непонятные. Они очень, конечно, интересно рассказывают про то, кто когда родился. Но непонятно, к чему это ведет, потому что подписи у этих видео нет. И я не поняла, к чему это все было. Но дальше начинается опять же самое интересное. Куда может быть еще интереснее, скажете вы, когда непонятные женщины. Есть. Как мы знаем, как я знаю, что Кристина была замужем. Замужем она была недолгое время. И видимо вот этот период, когда у нее был муж, муж состоятельный достаточно, она переехала в Москва-Сити из Краснодара, где работала помощником судьи. В один момент ее все заколебало, и она решила уволиться. И 10 тысяч у нее было. В общем, эта история, она очень распространенная. Смотрите на YouTube, я не буду вам ее пересказывать. Но что мы видим? Мы видим путешествия, мы видим самолеты, мы видим Дубайск, мы видим кабриолеты, мы видим красивую девушку с масками на лице, с большими губами, с красивыми скулами. То есть все, что в принципе хотят видеть девушки. Ну а кто же еще будет покупать обучение у Кристины Еги Азаровой? И здесь она нам рассказывает тоже очень интересную историю. Вот уже в апреле 22 года, то есть через год, она рассказывает, а как же выйти в СМИ и продвигаться в этом СМИ? И вот да, нужно писать, нужно писать журналом, нужно писать вот там, всем нужно писать, и тебя увидят. Да не увидят нифига, просто нужно нанять пиар-менеджера, отвалить ему большую сумму денег, потому что в зависимости от вашей суммы пиар-менеджер будет работать, либо вы будете писать в низкие там какие-то бюджетные газетенки, либо вы будете продвигаться по каким-то модным журналам, либо вас, как Еги Азарову, Азарову будут показывать по телевизору. И, видимо, после вот этих нескольких шикарных пиар-компаний, и, видимо, когда Кристину продвинули на передачу мужское и женское, которую ведет Барановская на Первом канале, они с ней задружились. Кристина ей там рассчитывает до сих пор всякие разные истории, они с ней дружат, я так понимаю. Вот. Ну, а дальше все как по маслу, понимаете? Дальше все максимально просто и максимально быстро. Почему? Потому что вас снимают на передаче мужское и женское. Потому что вы крутите попой в Рилс с Юлией Барановской. Потому что вы называете себя первым нумерологом Первого канала. Да, но, честно, не было еще нумерологов на Первом канале до Кристины Егиазаровой. Есть только Василиса Володина. Нумерологов еще я там не видела. Ну, вот теперь Егиазарова. Дальше. Дописала свою книгу по нумерологии. Книга прекрасно пишется, публикуется за деньги. Все это работает. Выпустила 10 тысяч учеников. Окей. Здесь лайк. Молодец. Сделала х10 в доходе. Здесь тоже хорошо. Получила премию нумеролог года. Каждая премия, тем более нумеролог года, покупается за деньги. Либо ты платишь какую-то минимально от 10 тысяч рублей, если по городам брать. В Москве там явно сумма-то еще пару ноликов добавьте. И ты подаешь заявку, просто оплачиваешь, и тебе статуэтку за твои ковришки кровные выдают. И звание нумеролог года. Потому что явно вы выбирали нумеролога года в этом году еще? Я вот нет. Я в прошлом году не выбирала. А они у нас есть. Лучшие нумерологи года. Такие же, как астрологи, торологи, нумерологи, да и в принципе все лучшие. А еще она создала свою систему звезда по нумерологии. Но это в принципе как Вика Кердман, которая тоже создала свой метод. И опять его начинает продавать вот в декабре по методу арканов. Поэтому можете посмотреть, конечно, сходить. Но мне кажется, это такая же история, как и со звездой. Если вы учились у Вики Кердмана или у Кристины Яги Азаровой, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам обучение, хватило ли вам информации. А может быть, у вас есть классный преподаватель по нумерологии, которого вы очень любите и который супер круто объясняет информацию. Поэтому делитесь комментариях, не стесняйтесь. да и вообще поставьте лайк на этот канал и подпишитесь, потому что много разборов у нас впереди. Ведь, эх, таких эзотериков их очень много разобрать, не переразбирать. Но чем же действительно подкупает Кристина Яги Азарова? Почему к ней идет учиться такое огромное количество учеников? Изначально я поковырялась на давних сайтах, обучение у нее стоило не так дорого, там 10, 15, 20 тысяч рублей. Сейчас, конечно же, это, по-моему, в районе сотни, но я не эксперт по ее обучению, поэтому не буду вам точно говорить суммы. Что? Что? На что идут к ней ученики? Давайте сразу. Ученицы у нее это женщины. Мужчины к ней, по-моему, не ходят. Женщины. Девушки молодые чаще всего. И Кристиночка показывает нам образ такой классической жрицы-царицы, ну, по типу Анны Асти, которая всегда ходит в одном образе, в одном плане. У нее даже примерно одинаковый профиль. И вот так вот без эмоций, постоянно, на всех рилсах это все показывает. Сейчас посмотрим, но пока внимание на другое. Она очень много, Кристиночка Яги Азарова показывает вот красивую жизнь. Красивые волосы. Вот у меня таких нет, поэтому вы на меня не подписывайтесь. Красивые губы. Она сделала себе грудь. У нее красивая, роскошная фигура. Дальше она показывает, как она покупает кортье. Огромными-огромными коробками она покупает кортье. Она ходит по брендовым бутикам в Дубайске. Она покупает эти заветные коробочки, обвязанные красной ленточкой. Застает из них и мы смотрим эту распаковку вот так вот. Мы смотрим и завидуем. Мы смотрим и завидуем и мы хотим также надеть это колечко кортье за несколько миллионов рублей. Но у нас не получается. Но знания своего исходного кода могут нам помочь за получение этого заветного подарочка. Ну вот опять заветные пакетики из что это у нас? Хермеса. Ну конечно же мы хотим, чтобы мы выходили из Хермеса с огромным вот этим башмаком покупок. За нами еще двое охранников выходили еще с двумя пакетами. Кристина конечно молодец. Она очень классно показывает, что она покупает подарки себе. Она покупает подарки своим родителям. У нее там сестричка болела, но она вылечилась и там все теперь хорошо. И она дарит ей подарки. И она перевозит свою маму. Она их катает, холит, лелеет, всем дарит подарки, всех задаривает. Но мы тоже так хотим. И вот именно на этих триггерах от того, что она узнала свой исходный код, от того, что она вскрыла, хакнула эту систему, она получила много-много денег, она теперь может одаривать своих друзей, знакомых, близких и родных. И вот на этих триггерах Кристина Егиазарова продает обучение по своему волшебному методу. А еще история очень интересная о том же, как Кристиночка Егиазарова набрала сейчас уже больше 700 тысяч подписчиков. Просто потому, что она очень любит различные гивы. Гивы, она участвует в разных гивах. И вот она дарит огромное количество пакетиков хермес, где за подписки, за репосты, за все, 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 все. Потом она участвовала, я видела у Оксаны Самойловой в гивах, она участвовала по-моему с Викой Керман в гивах раздачах подарков. То есть везде, где есть раздача подарков, там есть Кристина Егиазарова. И вот так и набираются подписчики. Ну, понятно, что вход в эти гивы тоже стоит баснословных денег, но если человек пиарится на Первом канале, значит, деньги есть. Ну, и напоследок, самое интересное, у Кристины были сложные отношения с ее мужем, мужчиной в прошлом. Она его бросила, уехала на Бали, там была очень переживательная история, как она там перерождалась, новая жизнь, новое все, ей нужно было выдохнуть, там не нравится, тут не нравится, и вот она, значит, долгое время, я была не подписана, сейчас опять подписалась, и тут оказывается, Кристина, так ей сделали предложение, предложение на яхте, и вот он ее пригласил сначала куда-то в салон, ей накрутили кудри, ее одели в красивое платье, привезли на свиданку, на яхту, и ей сделали предложение, но вот мы же тоже так хотим, но кто не хочет такой красивой жизни, предложение на яхте в Дубайске, я хочу, но вот у меня так не получилось, это очень классный тоже триггер, и обратите на это внимание, аудитории это нравится, но Кристина Яги Азарова, как мы понимаем, сейчас не чурается и личными какими-то прогнозами, потому что сейчас она выкладывает рилсы, где приглашает всего за 3999 рублей, дорожную карту всей своей жизни с прогнозом на каждый день, месяц и год, скорее всего, мне кажется, это делают ее ученики, либо какой-то нумерологический раб, который считает это все, быстренько оформляет в PDF и отправляет, но, так как аудитория шикарная, и вот этот рилс посмотрела 36, а ну и как посмотрела, поставила лайков 36666 человек и 274 комментария, то явно здесь поработал таргетолог очень хорошо, поэтому я думаю, что таргет на этот рилс тоже классно купился, да и в принципе вот сейчас у нее идут продажи, как я понимаю, этой истории за 3999 рублей, и таргетологи очень хорошо работают, потому что рилс красивая, девушка с полуголой грудью сидит в капоте автомобиля большого черного, закрывает пальчиком ротик на заднем фоне миллионы, миллионы, миллионы алых роз, и здесь мы читаем описание даты рождения, тем самым она приводит человека в свой аккаунт, актуализирует его, показывает красивую картинку, красивую жизнь и продает, но если не разбор за 3999 рублей, то явно большой курс не астрологии, как у Чукреевой, а нумерологии исходный код, поэтому, дорогие мои, я уверена, что здесь дело все-таки не в нумерологии и не в знании своего исходного кода, а в грамотно вложенных первых капиталов, которые она заработала в маркетинговую стратегию и в пиар стратегию, поэтому обращайте внимание на то, у кого вы учитесь и чему вы там можете научиться. А с вами была я, Катя Климову, ваш любимый эзотерический маркетолог, и обязательно подписывайтесь на мой канал, а здесь вас ждет очень много интересных разборов. спасибо, Продолжение следует...